Всем привет! Последние несколько дней в Краснодарском крае, ну, если вы следите за другими блогерами или просто смотрите прогноз погоды, было очень тепло. В других районах температура достигала даже плюс 34, в Краснодаре плюс 26, по-моему, было. Сегодня погода такая, что то солнце, то пасмурно, но всё равно уже, знаете, вовсю чувствуется, что весна наступила. Особенно радуют вот эти птички, ну, вы слышите щебет, это воробишки, они здесь постоянно скачут. А, срисогузки ещё я тоже вот вижу их. А ещё к нам вчера в сад пришли очень красивые птички, действительно уникальные, я таких в первый раз видела, я хочу вам показать вот эти кадры, так что посмотрите, напишите. Я уже знаю, что это за птица, но вот когда мы это снимали, не знали. Такая красивая птичка гуляет сегодня у нас в огороде. Вчера гулял фазан, а сегодня какая-то такая пёстрая птичка с таким клювиком высоким, таким длинным. Их несколько оказывается даже. О, двоём. Такие хохолки у них красивые, а сами такие тоже интересные, маскировочные. Что-то они ищут там ходят. Увидела? Да. Да птички красивые, с такими хохолками. Я такие первый раз вижу. Маскировочные у них, пёрышки такие. Я бы не сказала, что маскировочные, наоборот, очень яркие. Они что, только в Африке под зебру могут маскироваться с таким окрасом-то. Ну, красивые такие. Очень необычные, прям какие-то южные. Клювики такие у них длинные. Я только одну вижу. Ну, вторая дальше ушла уже. Они вдвоём были. Так вот, к нам пришла птичка Удот называется. Я сначала почитала, что её местом обитания является там Азия, южные части Европы и Африка. Я думаю, ничего себе к нам занесло птичку. А потом более внимательно почитала информацию. Касса, она проживает, гнездится на всей территории практически России, даже там, начиная от юга Ленинградской области, где-то в каких-то регионах Сибири. Ну и, конечно же, на юге ей тоже очень хорошо. И причём она очень любит селиться около воды. Вот у нас как раз залив здесь, да. Либо часто заходит вот как раз-таки на участки к людям. То есть она особо и не боится людей, но если их видит, конечно, убегает, как и любая живность. у миндаля в этом году очень много цвета и все мы надеемся, что вот сколько цветов на этом дереве, вот столько у нас будет миндалинок расти. Горох. Видите, какой он уже большой у нас. Ну, вы помните, у нас здесь много гороха. Плантация целая. И здесь мы еще сажали бобы. Бобы тоже уже большие. Вот посмотрите, какие. Сколько мы тут? Раз, два, три ряда мы посадили. Вот он. Бобики. Нарциссы. Вот в этом месте они. А это, кстати, вот тюльпанчики. Уже видите, как поднялись. бутоны у них какие уже. Скоро, наверное, тоже откроются. И вот там тоже есть нарциссы. Сейчас тоже туда схожу. Моя ямина. Ксюша, вроде тебе будет остановиться, можно выйти, тебе здесь тоже поработать. Ну, надо подумать, что просто... Ну, да. Вот в этом месте здесь, Ксюша, светло, можно здесь вот это вот убрать и сделать тоже клумбу. Ну, надо просто подумать, куда это девать всё. А это можно будет дорожки выложить. Ну, нужно же подумать, куда дорожки. из благо клумба, но из-за того, что здесь растёт виноград, оно как-то здесь потом закрывается, ну, листвой. Ну, пока вот весной, пока нет листьев, здесь что-то хочется посадить. Здесь у меня были бёдра вкопаны. Я их убрала осенью, сейчас, наверное, вы наразили. Здесь тоже вот была грядочка сделана, ну, такими, однолетними. Надо многолетние сюда посадить. Именно на весну надо здесь нарциссы посадить хочу, которые у нас везде растут. Их можно вот именно здесь посадить. То песной, пока виноград ещё не дал такую листву хорошую, как бы, можно здесь что-нибудь такое временное. Кстати, по-моему, это что, сокодвижение пошло? Да, смотри, уже плачет. Ага, точно. А у него сок не сладкий случайно? Я не знаю. Ага, капли прям здесь нарциссики. красивенькие. тут тоже редиска, например, вчера поливали её. Нужно ещё вот здесь тоже полить. Вот. На дождь не приходится надеяться. Он так, такой маленький был, что особо ничего не смочил. Вот. А здесь уже хорошенькая такая редисочка. Вот она. Видите? Ну, нормально. Где-то взошла, где-то нет. Ну, и плантация лука уже огроменного. А все говорили, зачем? Зачем вам столько лука? Куда столько? А посмотрите, как хорошо. Так зачем? На еду. Ещё мы вчера тоже вот здесь досадили лук и досадили лук ещё вот здесь. Тоже такое же на еду зелёный будет. А вот, видите, здесь тоже персик уже с цветочками ещё пока не открывшимися, ну, вот есть. Ну, количество лука меня, конечно, очень радует. А учитывая то, что я сейчас постоянно хожу и выругу для того, чтобы кушать, мне прям очень нравится этот гляд. Круто же. Клумба с щавелем, у которого уже очень много выросло. Вкусный витаминчик. Да, получается так. Выложила мама, выкладывает. Ну, конечно. Удобнее ходить, когда грязно будет. здесь ещё постоянно тоже то ли лягушки, то ли кто сюда залазит и малышка без конца там только всё разрывает. Уберём как раз. Ну, почему. Здесь хорошо за ветром, как-то нормально. А вот на поле надо идти там работать. Может, маленько погода стихнет, но хотя нет, сегодня не должна погода утихнуть. Завтра уже спокойно обещали. Мама только обратила, что касса очень много капает отсюда, что даже вот здесь всё мокро. Я думаю, что это такое? Касса это от винограда. Прям очень много. Тут тоже. Интересно. Ничем не пахнет эта вот вода такая. Я думала, может, виноградом будет. Ничем не пахнет. Точно всё влажное. Столько воды. выкопала, я смотрю. Ну да. Люблю всё пересаживать. Не понравится, туда пересажу. У меня такой характер какой-то, не знаю. Люблю всё пересаживать. Я говорю маме постоянно, типа, ну ты подумай точно, чтобы оно уже сидело в одном месте, чтобы не пришлось пересаживать. ты постоянно всё пересаживаешь. Я не понимаю вот этого. Ну, знаешь, потому что как-то вот не нравится, оно здесь не подходит, хочется в другом месте. Оно же знаешь, как-то вот, вот смотри, вот пересадила я в том году сюда тюльпаны, нарциссы. Мне вот хочется, чтобы из окна я их видела. Зачем мне там за домом они нужны? Ну, я не такая, как ты. Я привыкла, что в одном месте, чтобы уже решила точно и... Здесь раньше не было Ксюши клумб. Здесь раньше мы садили что, картошку, помидоры... Я говорю про то, что ты вот сейчас решила вот эти вот коврижки эти пересаживать. Там я хочу, потому что там они не вписываются. Не вписываются там как-то. Ещё обратила внимание, что у нас не прижились вот здесь вот другие коврики. Коврики так смешно звучит. Ну, потому что снег был и видимо они вымерзли все. Жалко так. Ну, что поделать? Ничего страшного. Вот. Потому что никто не думал, что будет снег, что будет минус такой сильный. Вот. Ну, я надеюсь, хоть эти-то приживутся. Сейчас уже тепло, ты чё? Уже всё. Температура А их поливать не надо? А я полью потом. Польёшь? Там водичка-то ведь есть, конечно. Я сегодня много чего поливала, ходила. Даже розы. Помнишь, какие были листики? Они ведь тоже все пропали. Сейчас новые вышли. Было холодно. Такая погода обманчивая. Мне просто хочется, чтобы из окна вид был красивый. Мне не хочется, чтобы ноги-то были в другом месте. А это тем более они вечно зелёные зимой и летом. Хочется, чтобы было красиво. Мы деревья будем ещё пересаживать осенью. Тоже ведь как-то ведь вроде посадили их, да, в одном месте. А вот что-то не то. Мне кажется, все так делают. А может не все, но некоторые. Мне кажется, многие любят пересаживать всё. Погода, да, конечно, так интересно, что такое облако прям такое дождевое какое-то, тёмное-тёмное. Там далеке просвет. И тут просвет, и вот это тёмное облако, оно всё идёт на нас. Я не знаю, мы когда-нибудь дождёмся погоды, когда будет просто тепло и всё, чтобы без ветра, чтобы солнце каждый день. Я не хочу жары. Жару я как бы не люблю, но хотя бы, чтобы была безветренная солнечная погода, вот этого хочется уже давно. вот они. крикуны. Крикуны. Кошка, которая вечно хочет спать дома. Она не хочет на улице гулять, не хочет она сидеть на улице. Хорошая погода, кошка, куда ты рвёшься, ты мне скажи. Зачем тебе домой? Ты сытая, накормленная. Куда домой? Зачем домой тебе? Объясни мне, пожалуйста. Вот ты можешь мне объяснить, зачем тебе домой идти? Не-не, я тебя не буду пускать сейчас. Давай, гуляй, давай. До ужина гуляй. Собаки же гуляют целый день на улице, а ты хочешь дома быть. на жалость давит. На жалость давишь. Куда? Куда? На меня залазить не надо. Так, держись аккуратно. На меня не надо залазить. Не-не-не, я тебя не беру домой. А так, погладить усадь. А то это у нас уже комнатная стала, прикроватная тумбочка. Ты чё? Прикроватная тумбочка? В этом месте мама всё-таки решила сделать грядку. Перекапываем и убираем коврики. Ковришки. Ковришки. Ковришки это же пряники, да? Ковришки. Откуда такая фраза ковришки? Не знаю. Сбойте ковришки? Может быть. В общем, пока мама убирает, я перекапываю. Пока не знаем, что посадим, но есть идеи определенные. Я думаю, было бы неплохо. Так, грабли подъехали. Грабли подъехали. Лягушка, господи. Ой. Где она? Да вон она здесь сидит. Вот здесь постоянно малышка с ними воюет. Тут они залазят? Малыш, смотри, лягуха тут. Вон она. Ой, все. Сейчас она с ними будет играть. Она его проваживает. ее. Да. Типа, давай отсюда. Выходи. Видишь, такой мишка нам ежик приходил. Она так же за ним ушла сзади по пятам. Что интересно за лягушка такая, да? Да, обычная лягушка. Ну как, она такая прям полосатая. Все. Спряталась там, где темнее и сырее. А, кстати, вот там она, наверное, и сидела. Там она и сидела, наверное, да. разрыхлите и таких ком и все. А я их уже лопатой разбивала. Что, хорошая грядка здесь будет. Вот, шланг подвел, поливал здесь и все. Я считаю, Это уберем здесь. И ходить удобно будет. И ходить будет удобно с этой стороны. Ну, а что будет пустовать земля? Тем более, все равно уже плитка закончилась. Да, у нас и так мало соток. Чего земля пустует? Ну, так все равно же хочется что-то посадить. Пусть оно рядышком с домом будет. Всего лишь 20 соток и здесь клочок земли. Надо его тоже использовать. Нам мало, да, уже? Да нет, на самом деле много, конечно. Ну, двадцатка это много, хотя... Это очень много. Хотя некоторые люди иногда в комментариях пишут, типа, нет, я не согласен, меньше, чем на 30 соток. Вот. Ну, кому что? Кто-то говорит, ой, хотелось бы побольше, у меня там всего лишь 6 соток, например. Я думаю, нам бы поменьше, но не 20. Просто такой труд вообще, блин, такой труд. Попой кверху. Просто когда маленький участок, то его проще обработать, уют создать, а когда большой, это тяжело. Или ты маленькую грядочку сделал, то куда морковку посадил, или надо вот такую во весь длинный ряд садить морковь. Ну, вот. Ну, хорошо, что, хорошая грядочка будет.